Девушки отдыхают И ты мне ничего не скажешь, да? Окей, так Сегодня Мы вновь играем Наконец-то Играем не пилотом Так, что у нас тут есть? Та-та-та-та-та Метатель Яри Отлично, то что мне нужно Смотрите Мы вчера Посмотрели с вами на ад Ад в его истинном обличье В виде шестого этажа Оружелия Ну, это было, мягко говоря Мягко говоря, сложновато Я даже до босса не дошел До шестого уровня До леча Мы с вами не смогли дойти Конечно, надо бы, наверное, немножко Как-нибудь Собраться с мыслями И понять, как это аж проходится Как максимально эффективно к этому готовиться Ну, как минимум ситуация заключается в том Что уже на драконе у нас Заход не заканчивается То есть мы не можем Рассчитывать на то, что нам нужно Всего лишь дойти до дракона Поэтому Будет тратить на дракона Все, что у нас есть Последние какие-то Последние Запасы Оружия Запасы патронов Мы больше не можем Тратить На дракона Мы будем экономить Но это небольшая проблема Это Не то, чтобы мне надо было Игру для этого полностью Менять свой стиль игры Поэтому Я думаю, все будет нормально Я думаю, что рано или поздно Мы Ну, надеюсь, что мы на этом заходе До леча дойдем Но Еще больше я надеюсь, что мы его убьем Хотя С первого раза, конечно Без предварительной подготовки Так Дробовик Дробовик в магазине Плюс есть ключ здесь И Патроны Дробовик в принципе Неплохой оружие Для стартового Но я подумаю Я подумаю Насчет этого дробовика Для уничтожения босса Он катит Этот дробовик Но Не знаю Стартовый пистолет Десантника Тоже катит Если честно Смотрите В чем у нас тут прикол Мы играем с десантником Давно Давно мы с этим парнем Не встречались У него Что у нас десантник Вообще умеет Давайте быстро пройдемся По списку Потому что уже Я сто лет Его не видел Этого дружбана У него есть Перезарядка Боеприпасов Одноразовая Которая В слоте Активного предмета Это конечно Хорошо С одной стороны С другой стороны Может быть Может быть Проблемой Потому что Если Мы Не находим Оружие Которое Мы хотим Перезарядить Но находим Активный предмет То Тогда толку От этой перезарядки Деревянный сундук Я Что-то Не горю Желанием Открывать Пока что Наверное Не ну Деревянный сундук Я не открываю Я его разобью Сразу даже думать Не буду Берем мусор Идем дальше Нет нет Я ключи В начале игры Блин Ну ни в коем случае Я не могу Тратить Позволить себе На Гребаные Деревянные сундуки Пойду ли я На секретный этаж На канализацию Не знаю Вряд ли Вряд ли Посмотрим Посмотрим Как обстоятельства С ключами Складутся Пока что Складываются Они Ну Неплохо Но недостаточно Я буду идти На секретный уровень Если у нас Четыре ключа Будет к концу Этажа Тогда я Подумаю над тем Чтобы туда пойти Пока что Пока что Нет Пока что Не Радует меня Эта перспектива Что у нас еще Десантник умеет У него повышенная Точность стрельбы То есть Для него Может быть Даже дробовик Будет эффективней Чем для других персонажей Я не знаю Влияет ли Точность стрельбы Вот эта повышенная Ну и вообще С любых оружий И с любых Пассивных предметов В вооружении Повышение Точности стрельбы Влияет ли оно На Толстые пули Толще и сильнее Отлично Влияет ли оно На Разброс дробовиков То есть Получается ли Так же Как вот В ядерном троне Который мы сейчас Играем По утрам Там Там это Увеличение Точности Пассивный Пассивный навык Который увеличивает Точность Он снижает Разброс на дробовика Так ли это В Вооружении Не знаю Мы можем Конечно Купить дробовик Для Уничтожения Босса Но я пойду Со стартовой пушкой Это король патрон По идее По идее С вот этим Пассивным предметом Который увеличивает Урон от всех Наших выстрелов У нас проблем Не должно возникнуть С королем патроном Смотрите Мы достаточно Эффективно его глушим Тупо стартовым Пистолетом Так что я Продолжу это делать Даже не буду Заморачиваться По этому поводу Ну вот это было Уклонение В последний момент Конечно Тут Могло Могло Что-то пойти Не так Но Но к счастью Все нормально Уже наполовину Король патрон Наполовину Мертв С королем патроном Тут главное Не это Не церемониться Если нужно Использовать пустышку Используешь пустышку Ну и естественно Пустышку Лучше всего Экономить Именно на вот эту Его атаку Когда он Разбрасывает Во все стороны Свои выстрелы Другие его Атаки Не так опасны Вот так вот Пустышка В последний момент В последний момент Получить урон Почти Но мы его добьем Я думаю И так Без всяких Без всяких Провтыкиваний Стартовый пистолет Усиленный Толстыми пулями Замечательно Подействовал Здесь у нас Импульсная пушка Патрон мастерства Идем в магазин Быстренько Так Кабанчиком Покупаем здесь Покупаем ли мы Дробовик Нет Мы не покупаем Дробовик Мы берем ключ И все И двигаем нафиг На следующий этаж На секретный этаж Не иду я Я не иду туда Ну причина простая У нас нет нормального оружия Ну у нас есть нормальное оружие Вот оно Стартовый пистолет Стартовый пистолет Десантника Но Как-то вообще Ну Просто лень тот этаж Проходить И все Как вам такая мотивация Как вам нравится Такая аргументация Мне лень По-моему весомая аргументация Она для меня В универе Все время срабатывала И в школе Почему ты не сделал Домашние ожидания Мне лень А ну ладно Хорошо Молодец Получишь Получишь тогда Тройку Эм Эм Что 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 мы хотим На этом этаже Ну Надо во первых Протестировать оружие наше Вот это Которое Я получил За босса И посмотреть Что оно все таки делает Потому что Я не уверен Так Давайте его испытаем Ну-ка А Ну это дробовик Я вспомнил его Это дробовик Который неплохо так стреляет Нормальный урон наносит И Ничего так У него дальность Нет Дальность у него как раз страдает Но это не особо сильно Урон Урон у него хороший И А И отталкивает он противников Да Отталкивает противников Замечательно Будет полезен На сложных комнатах Где Противники будут пытаться Сократить дистанцию с нами А Мы их таким образом Сможем оттолкнуть Нафиг И послать Забирать чемоданы Валите Слышь ты Противник Ты че такой дерзкий Ну Стартовый пистолет Конечно Ничего так Стреляет С Толстыми пулями Не знаю Насколько Конкретно Толстые пули Увеличивают урон Но Наверное Слегка Я думаю Что они Слегка Увеличивают урон И слегка Увеличивают Размер Собственно Выстрела Размер Размер Это конечно Не главное Но Так Открываю ли я Это Да Давайте Откроем Так Зельда Зельда Это хорошо Зельда Это вкусно И давайте Еще поищем Секретную комнату У зельды У зельды У зельды Нет секретной Комнаты Замечательно Так Зельда Это хорошо Это значит Еще какой-нибудь Предмет Нам Здесь Будет Отдан На попечение На заботу Оу Не волнуйтесь Я Позабочусь О днем Да Десантника Стартовый пистолет Нормально Так Се чухает Вполне Это вам Не пилотский Бластеров Десантник Конечно Не сравнить С пилотом Вообще Че я не трачу Патроны На Наш дробовик Да Я все равно Могу их пополнить Активным предметом Надо 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 Тратить Надо тратить Нечего тут Экономить Быстрее Быстрее сядем Быстрее выйдем Нечего тут Экономить Все Да А то вдруг Здесь активный предмет Какой-нибудь Продается Ну он здесь Не продается Здесь Зато есть поедатель оружия Которому пока что Сдавать нечего Незаконченная пушка Мушкетон Меня не интересует Так что Покупаем ключ Дальше Магазинчик Конечно Меня подвел На этом этаже Вообще Вообще Магазин Короче Не этот Не в ногу Со временем Идет Не в ногу Со временем Идет Закупает Какие-то устаревшие Оружия Которые Уже давно Не то что Не в моде А их вообще Даже стыдно Блин Показать Знакомым Такие оружия Как ты с таким оружием В школу пойдешь Да Тебя же все Ну Зафукают Блин Лещей надают Блин Шелбановно отпускают Это то что ты такой лох С такими оружиями Ну Короче Магазин На магазин нам тут Рассчитывать не стоит Поэтому знаете что Давайте копить бабло Будем копить бабло Мы накопим бабла И откроем лифт Например На Третий этаж У нас еще не открыт лифт На третий этаж Блин Я помял себе бороду И у меня такое чувство Теперь что у меня Что-то на подбородок Прицепилось Это ужасное чувство Когда ты помял Свою бороду Так Синий сундук На черт с тобой Вот и наш активный предмет Который я говорил Банка с пчелами Хочу я патроны Либо я хочу банку с пчелами Наверное я хочу банку с пчелами Патроны они одноразовые Это конечно классно Вот пополнить Боезапасно одно оружие Но Банка с пчелами Ее можно хотя бы Использовать почаще Тут Ну что тут скажешь Ну я конечно Вот я поздно Начал использовать дробовик Надо было Пораньше Начинать его юзать Потому что Потом Мы нашли теперь Активный предмет И мы могли бы его Мы могли бы его Свою Свою перезарядку Использовать эффективно В принципе Можно с этим дробовиком Идти на босса Я не вижу проблем Можно даже Прям сразу Пчелы Ага Банка с пчелами Не работает на горгоне Замечательно Просто чудесно Просто Офигительно Подруга Подруга горгона Ну что Давно мы с тобой Не виделись Да Нет Мы вчера с тобой Виделись Или не виделись Я уже Я уже и так и не вспомнил Подруга горгона Ээээ Ну это самый легкий босс Это самый легкий босс Второго этажа Оружие у нас Для боя с ней Не самое лучшее Хотя Ну и не самое Лучшее Самое плохое оружие Это Что-нибудь такое Что требует Тебе Хорошо целиться По горгоне И стоять на месте Особенно стоять на месте Потому что горгон Это легкий босс Но тут надо все равно Постоянно двигаться Патрон мастерства Номер два Поршень Аааа Как я не люблю Поршни Не люблю я Поршни Ребята Ну будем его тратить В комнату Значит О какая комната Так Есть ли тут Альтернативный путь Я думаю что Нету Ну вообще то Не сложная комната Главное понять Что тебе нужно От жизни Так Секретная комната Где ты Вот она Отлично Здесь Деревянный сундук В нем Немножко бабла Ну бабло Я поменял пустышку На бабло Что в принципе неплохо Откроем здесь еще Оружий гамми Тысяча надрезов Вот это оружие Я вообще не уверен Как действует Что оно собственно делает И кстати Я хотел ключи собирать Конечно Но не сделал этого Я не уверен Как действует оружий гамми Что оно дает По моему там Какие то птички Летают эти Оригами Типа Но Как его Эффективно использовать Ну попробуем Разобраться Попробуем врубиться Че да как Так А к Зельде К Зельде Чуть забыли зайти Чуть не забыли Точнее Да Зельда Дай мне Дай мне карту Пожалуйста Ооо АК-47 АК-47 Это неплохое Кстати оружие Мы можем Что нибудь впарить Мы можем впарить Например оружигами И вот этот Поршень Но я не стану Этого делать Нафиг Идем дальше Так Это мы сейчас Второй этаж Прошли Да Чувак Элиот Который ремонтирует Этажи Он где будет На следующем этаже В лифту В лифте В лифту В лифтере В общем Элиот Здесь будет Или будет он дальше Я вот так Не вспомню Третий Мы вроде Туда спускались Вроде когда-то Блин Стоп Так все Это Уже запуталось В голове Вообще Надо Надо тренировать память Надо кушать Ананасы И Считать количество Долек И тогда Тренируется Будет память Тренироваться Так Элиот По-моему Здесь Что-то ремонтирует Элиот Что ты мне скажешь Что тебе нужно 180 денег И 4 ключа Ну Если Получится То сделаем Если 4 ключа Наберем С радостью Ну Что я про этот Поршень Могу сказать Ну Поршень Блин Ну Поршнит Был бы у нас Иммунитет к яду Было бы еще Хоть как-то А так Ну Будем Кидат Пользовать этот Поршень Что уж тут Сделаешь Зато Банка с пчелами Зашибись По-моему Только я сам Своих пчел Всех убил Не Ну это Не серьезно Урон Без яда У него Никакущий Давайте Давайте Попробуем Оружигами Че Оно Самонаводящееся Или нет Или как Как оно Вообще действует Вроде Отталкивает Противника Урон Урон Оставляет Желать Лучшего Урон Так себе Проникающие Выстрелы Плюс Частичное Самонаведение Не уверен Вообще Я не уверен В этом В том Что конкретно Это оружие делает Какое его предназначение В каких ситуациях Его использовать Ну ладно Попробуем Попробуем Потестим Потестим Сегодня у нас День новых Приключений С Михаилом Кожуховым Мы сегодня Этот Будем тестировать Всякие Напинки Техники Обзоры Снимать На новые Телефончики Чисто реально Посмотрите Какой новый Телефон Так Боевой зуб Это быстрая Перезарядка Мне это не нравится Четыре ключа Мне кажется Мне не достать На этом этаже Хотя Всякое бывает Попробуем Ну Если насобираем Четыре ключа Вдруг То я тогда Отдам их Элиоту Я сомневаюсь Что у нас Это получится Но к тому же Если мы Четыре ключа Отдадим Элиоту Мы очень сильно Уменьшаем Свои шансы Убить ключа Прямо Жестоко Их снижаем Так Прямо Конкретно Чисто конкретно Снижаем шансы Оружигами Я не знаю С пивом Пока А что мы там Против босса Собираемся Использовать А Автомат Калашникова Я против босса Собирался Использовать На пару С этим Дробовиком Наверное Все таки Автомат Калашникова А дробовик Для комнат Ну для комнат Пока что Оружигами Покатит Потому что Проникающие выстрелы В комнатах Эффективнее Чем На боссе На боссе Че там Толку в него Проникать В этого босса Да Там кроме него Никого нету А тут Хоть сразу Несколько Можно долбануть Так Ну три пустышки Три пустышки Это хорошо Босс Вот он Вот и он Ленинградский Почтальон А что Погнали Погнали сразу Слышь ты Танкетка Как тебе Вот это Пчелы Так Вот этих вот Своих солдатиков Ты не призывай Сильно много Окей Окей А то блин И они погибнут зря И ты блин Время потратишь Че толку Сопротивляться Судьбе Окей Так Слишком много солдат Тут уже развелось Этих у него Приспешников Надо уменьшить Их ряды слегка Ну пока что Все идет Более-менее Так Спокойно Ребят Спокойно Спокойно Надо держать Дистанцию Держать дистанцию Тут главная проблема С танком Что он Если тебя догонит То заглушит тебя Большим количеством Выстрелов Приспех Ну автомат Калашникова Это прекрасное оружие Собственно Как и в реальном мире Так и в виртуальном Как будто я разбираюсь В оружиях реального мира Мутация 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 Хренация Мутация Неплохое антибоссовое оружие Насколько я помню Продолжаем использовать Оружегами В комнатах Тычем Во всех противниках Своими оружегами За это За это конечно Могут посадить Но Ну а что делать Если Блин Нельзя себя Все время Держать в руках Всю жизнь Так Где Где тут еще Продолжаем Лежать Спасибо Спасибо что ты есть Ну что тут Синий сундук Разбиваем его К чертям Так Есть ли здесь Секретная комната Да Она здесь есть Попробуем найти Значит пустышку еще И Открыть эту Секретную комнату Посмотрим Как у нас пойдет Дело С пустышками Если пустышка Не выпадет Ну то хрен с ней Так Привидение Замка Морисвиль Спокойно Кто еще Она новенького И Пап Уноси готовенького Вообще Пока что Этот заход Ну вот По Как бы я оценил Этот заход Сейчас Вот твердая Знаете По десятибальной шкале Твердая восьмерка Вообще Вот твердейшая восьмерка Даже Знаете Восьмерка с плюсом У нас нет ничего Офигительного Такого Но у нас Все идет Очень четко Очень четко Вот нам даже Пустышка выпала Когда нам Нам была нужна Да Вообще все идет Прямо Как по этому Как по Накатанной Как по учебнику Вот это называется Никаких особых Таких Штучек Не сделано Ну если Ставить По Университетским Оценкам То есть он Работу этот заход Сделал Он вообще Сделал Железно Без ошибок Без ничего Без всяких глупостей Но и никакого креатива Не прорывил Просто Хороший Надежный Заход Без всяких Глупостей Сейчас пчелы Сейчас пчелы Мы напустим На эту хрень Пускай пчелы Ее жрут Вот так Умри Тварь Много денег Много денег Ключей нет К сожалению Так бы я Пожертвовал бы ему Деньги и ключи Элиоту На строительство Лифта Оп Патроны кончились Так 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 Спокойно Спокойно Пошли вон Пошли вон Ублюдки Отлично Отлично Все ублюдки Умерли Патронов Что-то Нехватка Вначале Патроны Падали целыми Кучами А теперь мало Егерь Сумочка с сердцем Старейшая пустышка Я куплю сумочку С сердцем Наверное Она конечно Это Дороговатая Но Но здоровье Это То что нам нужно Мы попытаемся Сегодня дойти Далеча Хотя бы Посмотреть на него Но для этого Нам нужно Очень аккуратно Обращаться Со своими Боеприпасами Проблема в том Что Так Где у нас была Секретная комната Здесь Слева Проблема в том Что Шестой этаж Это ад Он так и называется Конкретно Оружельный яд А ад Яд Да Ад Или как-то так Короче там Жопа На шестом этаже Сильные противники Огромные комнаты С большим Количеством Выстрелов Которые В нашу сторону Несутся Никакого Никакого Веселья Броня и ключ Замечательно То что нужно Броня и ключ Я Могуч Можно открыть Конечно Зеленый сундук Можно Давайте Это сделаем Будем надеяться Что здесь будет Что нибудь Хорошее Пассивное У нас есть Конечно Один пассивный Предмет Хороший Знаете Око очевидца Око очевидца Это не пассивное И не то чтобы Очень хорошее Но пойдет Вообще Мы патронов Можем купить Для дробовика Для импульсной пушки Можно купить Патрона Я куплю ключ И Что Купить патронов Нет Я не буду пока Патроны покупать Пока что Мы идем куда А мы уже идем На четвертый этаж Блин Да Я извиняюсь Я извиняюсь Что это так долго Но Я куплю патроны Для Автомат Калашникова Еще 200 патронов Куплю для Импульсной пушки Патроны На всякий случай На всякий случай Вдруг там ни черта Не выпадет На следующем этаже Потому что Четвертый этаж Это этаж На котором я уже Возможно Проигнорирую Магазин Если быстро найдем Босса Я здесь могу Вообще спрыгнуть И просто дальше Пойти Игнорируя Игнорируя Поиски магазина Если ситуация Будет этого требовать Так С чем мы будем Комнаты проходить Хотелось бы Очень хотелось бы Потратить поршень Чертям собачьим Поэтому я постараюсь Потратить на него Боеприпасы до конца Для прохождения Комнат Особенно на вот таких Ублюдков Различных Так Смерть Что ты здесь делаешь Скажи мне Только честно Схрена ли Скажи-ка Смерть Ведь не даром Москва Спаленная пожара Французу отдана И какого хрена Эта Ублюдочная фигня На меня напала Так Я могу подобрать Автоматы Автоматы На патрон Калашникова Да Патроны на автомат Калашникова Я это сделаю Я конечно Можно сказать Что это трата Лишняя Что типа Можно было Там чем-то Другим Обойтись Подобрать Патроны На что-нибудь Другое Что было Совсем Пустое Но альтернативно Было Подобрать Патроны На Оружегами Оно Ну конечно Ничего Такое Оружегами Это Но Я предпочту Иметь Автомат Калашникова На случай Если мы Не получим Ничего Для босса Для уничтожения Босса Если у нас Не будет Ни одного Оружия Нормального То мы Будем Использовать На нем Автомат Калашникова И мутацию Ну скорее всего Автомат Больше Чем мутацию Так Спокойно Спокойно Пустите меня Я в танке Горел Я летчик Так Он не отравляется Он не отравляется Для него На меня есть дробовик Ребят Тише Тише Вот этот дробовик Что-то он совсем Мало урона Начал наносить Видите Видите Даже маленькие Пульки Долго умирают Ну маленькие Пульки тут Правда Долго умирают На этом этаже В любых ситуациях Синий сундук Я думаю К сожалению Его надо разбить Я думаю К сожалению Синий сундук Подлежит Разбитию В надежде Выбить Из него здоровье Здоровья Здесь не было Здоровья Не было И не было Красоты И не было Долгой жизни Но Это Еще ничего Это не конец Света Мы еще У нас полное здоровье Само по себе Меня заботит Отсутствие Хороших пушек Очень сильно Меня это беспокоит Меня беспокоит То что мы попадем В ситуацию Когда не сможем Блин Нормально уничтожать Противников Быстрее чем Противники уничтожают Нас Очень сильно Заботит Эта ситуация Я боюсь Что это может Стать Правдой В ближайшем будущем Два Выстрела Блин Из вот этой хрени Осталось Немножко Отравим Тут все И погнали Так Ну что Будем использовать Я не знаю Пистолет Око очевидца На противниках Будем Око очевидца Использовать Будем Призывать Глазики Ну Ну Ооо Это огромные глаза Это Огромные глаза Окей А что эти глаза делают Блокируют ли они Вражеские выстрелы Мне нужно посмотреть Нет Вроде бы нет Но они урон наносят Много ли урона Они наносят Я не знаю Но смотрите Что я сделаю Я предположу Что это будет Эффективно на боссе Эти глаза Если мы множество Глаз Напризываем на босса То мы сможем его Завалить Потому что Они огромные Эти глаза Наносят ли они Много урона Из-за того Что они большие Надеюсь Надеюсь Что наносят Надеюсь Что наносят Может ли быть Здесь сверху Этот у нас Тос Может быть Наверное Я еще не уверен Расчет архитектуры По Оружелее Архитектуры Уровней Каким образом Определять Где может быть Босс В какую сторону В какую сторону Он не может быть Не знаю Пчелы Съешьте его Спасибо Вы настоящие Друзья Вот Магазин Мы все-таки Нашли Все-таки Нашли Магазин Посмотрим Что у нас Тут есть Так Ледокол Карта И Приманка Бомба Карта покажет Нам секретную Комнату Но я не уверен Что это так уж Эффективно Здесь можно Чуть-чуть Полечиться Ледокол Я Не думаю Что нам нужен Ледокол Очень сильно Сомневаюсь Что он нам Пригодится Возможно Это конечно Самая моя Большая ошибка В жизни Но я сомневаюсь Я сомневаюсь Что ледокол Будет тем Что Спасет нас На этом заходе Хотя Вот мне показалось Что Револьвер Который стреляет Ледом Не помню Как он называется Морозный великан Или что-то такое Мне показалось Что он наносил Огромный урон Дракону Может потому что Дракон типа Огненный чувак Поэтому он наносил Ему очень Очень много урона Может мне просто Показалось Я не уверен Так Кто тут еще О Волшебники Магички Колдуны Бабка Наталья Предскажет Вашу судьбу Решит Семейные проблемы Наведет порчу Вернет Сбежавшего мужа Вся фигня От бабки Натальи Всего лишь Две тысячи рублей За один сеанс Что мы хотим На этом этаже Еще получить Наверное 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 Хотим Какое-нибудь Массовое Зачищающее Комнаты Оружие У нас сейчас Есть антибоссовое Оружие Но у нас Нехватка Нехватка Оружий Антикомнатных Ну в смысле У нас есть оружие Которое Хорошо убивает Противников Но у нас Нету оружия Которое Экономично Убивает Противников Мы блин На несколько Комнат Тратим Весь боезапас Например Вот этого Дробовика Все осталось Девять выстрелов Это очень мало Вот и босс Надо бы Найти еще Сундук Какой-нибудь Но я пойду На босса С револьвером И автоматом Калашникова Ну для начала Револьвер Посмотрим Что у нас тут Ага Это эти ублюдки Так 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 Что у меня там Есть массового По-моему Вот этот револьвер Как раз Против них нормально Потому что Он бьет сразу По всем Окей Да Тут можно умереть На них Я вспомнил Я вспомнил Что на этих ублюдках Очень легко Можно умереть Без прикола Будем надеяться Что глаза Их загасят быстро И будем очень осторожны В своих Действиях И выборе направления Куда мы идем Глазов много У нас глаз Уже целая толпа Призвана Окей Окей Спокойно Отлично Ну мы их убили Мне пришлось чуть-чуть Помолчать Но мы их убили Глаза Глаза рулят На боссе Тут не поспоришь К сожалению Ничего особенного Мы не получили Удар Грома Молния В патроне Я вернусь Я вернусь Комнатой И поищу Еще один сундук Мне кажется Лучше сундук Поискать на этом этаже Чем на следующем Поищу сундук Так Тратим патроны На дробовик До конца Все Патроны На дробовик Потрачены Теперь мы что Тратим Давайте вот эту Молнию В патроне Попробуем Как она Ну ничего Так Ничего Так Долбит Не знаю Может ее на босса Надо оставить Но Посмотрим Посмотрим По ситуации Мы все еще Не нашли Секретную комнату Кстати Здесь ее нет Ладно Окей Окей С чем я хочу Комнаты проходить Наверное Кстати С вот этим Вот электрическим И буду проходить Удар грома Он вроде нормально Долбит Да Вполне Приличный урон Хотя я бы Предпочел Что-то массовое Чтоб сразу Нескольких зайцев Одним быстрелом Ах Кошка Решила Нескольких Блин зайцев Одним быстрелом Убить И прошлась По мне Когтями Скотина Такая Животные Я тебя Придушу На самом деле Я шучу Конечно Я очень люблю Свою кошку Никогда бы не стал Ее душить Ни за что Ни за какие деньги Ам Мм Какой сундук Нам нужен На этом этаже Еще Наверное Что-нибудь Такое Хочется Сказать Защитное Но на самом На самом деле Да Наверное Знаете Что-нибудь Чтобы немного Хотя бы Полечиться Не помешало Ну полечиться Не один раз А я имею ввиду На постоян Что-нибудь Чтобы нас Нам дало Какую-нибудь Защиту Один из Один из кусков Оружие Рыцаря Но с другой Стороны Это всегда Полезно Так что Это такое Дело Пчелы в банке Меня не впечатляют Да Вот кстати Активный предмет Другой Я бы хотел Что-нибудь Поинтереснее Для зачистки Комнат Например Авиалдар Да Да Вот точно Я хочу сейчас Активный предмет Какой-нибудь Это не активный предмет Это пчелиные соты Правильные пчелы Они наносят урон Когда Они выпускают пчел Когда мы получаем урон Ааа Не уверен Насчет этого дела Ну что Купить половину сердца И ключ Ладно Хорошо Так уж и быть Двигаемся дальше Патронов Не хватает Патронов не хватает Оружий мало Хотелось бы что-нибудь еще Иметь при себе Ну Секретных комнат Здесь Не предвидится Судя по всему Ладно Так Пятый этаж Пятый этаж Это дракон Дракон Уже для нас Не самая важная цель В игре Но он все еще Представляет от собой Опасность А дракон Это все еще не шутки Мы ехали в маршрутке С ним Под номером 1 Если что Если вы еще не слышали То мы ехали С драконом В маршрутке Как я буду Убивать дракона Наверное Наверное Буду использовать Вот эту вот Глазастую пушку Которая Большие-большие глаза Призывает Потому что Судя по всему Эти большие глаза Не по детски шпарят Да Буду ее использовать И Наверное Мутацию Либо Автомат Калашникова Посмотрим Постараюсь Конечно Не Натупить Так Куда нам тут Наверх Надо Да Окей Как это я эту комнату Прошел Не получив Повреждений Чудный вопрос Ответа на него Не знаю Так Здесь красные Здесь красные Это Не есть хорошо И какие-то там Такие красные Которых я В жизни Не хотел бы Видеть Никогда Окей 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 Спокойно 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 Что происходит В этой комнате Ну я вам скажу Что происходит В этой комнате Здесь собрались Всякие Блин Масоны И они Свой масонский Заговор Строят По захвату Мира Так Кончились патроны На эту Фигню Ну я не знаю Что делать Будем автомат Калашникова Блин Долбить В комнатах Меня Это не радует Ну а что делать Что Мы Будем делать Антон Павлович Чехов Что делать А Ну что ты Куда бы Стой Магичка Давай поговорим Об этом Отлично Магичка Я слышал Как ты умерла Не пытайся Прикидываться Ууу Ляля Да Без патронов Жизнь Печальна Жизнь Скучна Жизнь Наполнена Простыми Людьми Как так Съел Съел Выстрел Еще и красного Не просто выстрел А выстрел Красного Да Проклятие Которое Я купил За одно Максимальное Сердце Оно Не знаю Даже Что-то Не очень Окупается Оооо Король Отбафал Эту штуку Где он Вот он Ключ Ключ Может быть Полезен Может быть Бесполезен На пятом этаже Ключ уже Не это Ключ уже Не наше Все Наше все Ключ на начальных Уровнях На первом этаже На втором Здесь меня больше Интересует Красное здоровье Или патроны Наверное Больше всего Меня сейчас Патроны Интересуют Больше Чем красное Здоровье Ну понятно Что без красного Здоровья Мы сдохнем Нафиг Но Без патронов Мы тоже Сдохнем Нафиг Просто Не так быстро И более Мучительно Так Кто здесь Еще Вот она Вот она Намотана Так Еще один Такой же Ага Вон он Отлично Так Дракон Где же ты Где Звездочка Малая Чувство Глубокое Счастье Далекое Где же ты Где О боже Как Блин Долго Они умирают Боже Как Долго Долго Умирал Ты Где 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 Противник Эй ты Блюдок Иди сюда Иди ко мне Так Здесь будет Сейчас сундук Зеленый Можно открыть Можно не открыть Да Можно копать Можно не копать Я открою Теневые пули Теневые пули Теоретически Снижают Количество патронов Которые нам Нужны для убийства Дракона Теоретически Практически Конечно Знаете что Знаете что Вот в этом В этой комнате Я справлюсь С стартовым пистолетом Просто гранаты Да Еще и с теневыми патронами Так вообще В легкую С теневыми патронами Вообще В легкую Что такое теневые патроны Что они дают Они Дают шанс Иногда Выпустить дополнительную пулю При стрельбе Иногда Не всегда Но дают Правильно ли я делаю Что использую Калашников Здесь А мутацию Храню на дракона Не знаю Возможно Возможно Лучше было бы Воспользоваться Куда вы полетели Гребаные пчелы Идиотские Твари Тупые создания Возможно Автомат Калашникова Надо было На дракона Оставить Но мне же надо С чем-то комнаты Проходить Да А мутация Насколько я помню Я когда пробовал Мутацию в комнатах Использовать Слишком быстро У нее патроны Кончаются В комнатах Слишком быстро Банка с пчелами Помогает Но не очень В моих попытках Сэкономить боеприпасы И как-то Как-то продержаться Прожить Достаточно долгую жизнь Для того Чтобы насладиться Пенсией Березками во дворе И любовью Собственных внуков Не очень Банка с пчелами Помогает Во-первых Вы видели Какие были Хреновые ситуации Когда банка с пчелами Не в ту сторону летела У нас все закончилось У нас Мутация осталась Вот ее сейчас Будем использовать Вообще Вроде она так Ничего долбит Мутация Урон хороший Урон хороший Вполне Приличный Может ее надо Оставить на дракона Нет Пока что будем Использовать Пока что будем Использовать Сейчас нам нужно Дожить до дракона Потом будем Думать о том Что там Надо Как экономить патроны Еще что-то делать Но я надеюсь Хоть один раз Нам выпадет Боеприпасы Выпадут Потому что Это уже доходит До смешного Да Нам С чем я буду Стартовым пистолетом Его мочить Что ли Ааа Так И здесь конечно же Конечно же Тут не продаются Патроны Есть перчатки Оружий рыцарей Оу Есть морозный великан Точно Это вот отличное оружие Которое прекрасно Било этого дракона Так что наверное Наверное Я закончу тем Что куплю его Посмотрим Погнали Надо просто Пользоваться Аккуратно Этой мутацией Не гасить Ею тупо Белый свет Как в копеечку А Прицельный огонь Вести Нацелился на противника Выстрелил Нанес удар Все Не это Не гаси По всей комнате Без остановки Точечные Четкие Удары Как в кунг-фу Не надо лупить Направо и налево Нужно прицелиться Нанести один удар Убить противника Чудно Вот и наш дракон Так Вот и наш дракон Ну берем Вот этот револьвер Морозный великан Я очень хочу Купить перчатки Оружия рыцаря Либо призрачные пули Поверьте мне Никого нет в этом мире Кто больше хочет Купить это все Но нам не хватит Патронов На убийство На убийство Драконов Если я не куплю Вот эту вот хрень Можно еще сундук Поискать конечно Но я если честно Предпочту сначала Разобраться с драконом А потом уже Искать всякие сундуки На этом этаже Потом мы посмотрим Ситуации Драконечка Как твои дела? Че ты делал вчера? Пиво пил Наши победили? Наши победили Я спрашиваю Ты дракон Футбол смотрел Ну видите Мы ему уже Много здоровья снесли Главное Лупить впритык Так И главное Вот этот выстрел Перепрыгнуть Аккуратно Отлично Пчелы И пистолет Ах Вот тут чуть-чуть Провтыкал Не знаю Что-то у меня Сегодня не клеится Бой против дракона Что-то не клеится Возможно Потому что я пытаюсь К нему близко подходить Так Все Кончились патроны На эту фигню Переходим на Глазастый пистолет Окей Как тут весело У вас Прямо-таки Сплошное Веселье Дракоша Ну пойми меня Правильно Ты конечно Классный парень Но блин В конце-то концов Все Блин На все патроны Кончились Это хана Еще мутация Эта гребаная Из-за нее Я ни черта не вижу Когда из нее стреляю Я не вижу Своего персонажа Когда стреляю Из мутации Неужели умрем На драконе Ну нет Мы наверное Не умрем Но еще шансы Есть у нас Еще блин Фаза бонифляции Где вполне можно Получить пару ударов По лицу Спокойно Просто здесь Надо действовать Поаккуратнее Немножко Аккуратней Ну не знаю По моему Здесь меня Вообще Он подставил Этот дракон Своим Вот этой фигней Ну я тут Возьму на себя Ответственности Много Нужно было Покупать Нужно было Тратить деньги Не на покупку Вот этого Максимального здоровья Которое я здесь Купил Не на всякую хрень А видимо На патроны Наверное Банку с пчелами Не нужно было Брать Нужно было Оставить Перезарядку Себе И тогда бы У нас было Что-то нормальное Для боя с боссом Мы бы пополнили Автомат Калашникова Полностью И все Мы бы спокойно Могли бы стрелять Не парясь с этой Блин мутацией Неудобной В использовании Не потратили бы Тогда деньги На этот Ледяной пистолет Купили бы Например Причатки оружия Рыцаря Которые дали бы Мне броню Ну в общем Да Я на себя Много ответственности На этом заходе беру Но игра тоже Немножко Виновата Потому что Она мне не дропнула Патронов Вообще Почти Но вообще Вообще Было довольно интересно Ну к сожалению Блин опять Смерть на драконе Ну что тут делать Иногда это будет Случаться в любом случае Хотя мы должны Как можно чаще Пытаться дойти до Шестого этажа Вообще должны Доходить до него Ну я надеюсь Вам понравился Этот забег Если это так Ставьте внизу лайк Оставляйте комментарий Делитесь видео Со своими друзьями Хотите смотреть еще Подписывайтесь на мой канал Меня зовут Варлак ТД И увидимся В следующий раз